Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru У меня на столе лежит новый смартфон от Tele2, Tele2 Maxi Plus И мы сейчас находимся на его страничке в интернет-магазине Стоит он в Москве 7800 рублей Согласитесь, немало, согласитесь, что ни разу не бюджетка И тут есть удивительное примечание Давайте прям слово в слово его зачитаем, что это флагман в линейке смартфонов Tele2 Для требовательных пользователей за разумные деньги Производительность, большой экран, хорошая камера, в нем есть все Далее вообще дичь, на мой взгляд Этот смартфон способен заменить планшет, нетбук и телевизор Большой, четкий экран и высокая производительность Отличное сочетание для решения рабочих задач и развлечений Ух, заявка на успех прям такая Ну, хорошо, давайте теперь кратенько пройдемся Шестое Android, очень жирная батарейка в 3000 Редко когда такое встретишь в бюджетных телефонах Ну, очень знакомый чипсет MT6737 Это 4 ядра по 1,3 ГГц Двухсимочник с IPS-экраном HD-разрешение Ну и это лопата 5,5 дюйма В принципе, самый такой большой размер Среди смартфонов Все остальное это уже как-то по-другому называется Если я не ошибаюсь Ну вот Посмотрели на его ценник Теперь давайте все-таки включим видеокамеру И посмотрим на него вживую Ну, коробка также классическая Сейчас операторы прям не меняют свой стиль Изображение смартфона схематичное Плюс обозначение поколения Которого он поддерживает Сзади перечислены краткие характеристики В частности, отметим, что он умеет LTE На частотах 800 и 1800 На которых Tele2 работает Поэтому и стараются делать более-менее смартфоны под себя Ну и, в принципе, давай сейчас по-быстрому это все дело откроем И ничего нового и хорошего мы не увидим Зарядка всего лишь на 1 Ампер К тому же МТС Smart Turbo 4G Клалась 2 Амперная зарядка Поэтому блок при желании можно заменить Ну и ничем не отличающийся USB кабель В принципе, по комплектации все Здесь больше ничего интересного и не клали Давайте теперь Сами в руки возьмем Телефон и потрогаем его Ну, сзади мы видим Крышку с интересной Текстурой Заявка на неплохой внешний вид Здесь у нас расположилась Аж 13-мегапиксельная камера Со вспышкой Непосредственно название бренда Довольно-таки Звонко написанная Динамик И, в общем-то, ну, ладно Задняя крышка, предположим, модная Далее здесь производители Пошли уже по нынешним стандартам И качельки громкости Плюс кнопка включения И выключения, ну, и разблокировки Расположены вполне удачно Привычно, то есть Переучиваться особо и не придется Левая сторона, как всегда, чиста Снизу В этот раз решили Не располагать каких-либо разъемов И также у нас тупо пустая сторона И там здесь есть где-то Отверстие под микрофон А сверху мы видим Довольно-таки рядом расположились Разъем для зарядки Плюс Вход под наушники Ну и Спереди Мы видим Стандартные кнопки для управления Android Они не наэкранные Они вынесенные И это удобно Потому что в том же самом МТ-Смарт Турбо 4G Почему-то при наличии места Их сделали наэкранными И в черном цвете мы видим Фронтальную камеру И в принципе разговорный динамик Не сильно выделяется Почему-то в белом цвете На сайте он все равно нарисован В черном Видимо какой-то косяк уже Модераторов Ну и По внешнему виду все Он достойный В плане сборки Ну что-то вот я Нажимаю Что-то конечно у него как бы Люфтит То есть Явно не так отлично собран Но не критично В принципе Ярого какого-то скрипа Когда его берешь Не наблюдается С батарейкой он весит 170 грамм В толщину он довольно Небольшой Всего лишь 8,7 миллиметра А если кого интересуют Реальные размеры То это 154 в высоту И 78 в ширину В принципе все С внешним видом Определились И давайте теперь Посмотрим на экран А этот самый экран Довольно Неплохой Имеет IPS матрицу Разрешение 1280 на 720 Ну и опять-таки Большую диагональ В плане углов Обзора Никаких вопросов Вообще Экран Глянцевый И как вы видите Даже Самой боковой Грани В этом плане Все у нас Видно Нормально Естественно Какой-то сильной Пикселизации Я не заметил Вот вы видите Я Достаточно Критично Увеличил И скорее всего Вряд ли Вы видите Какие-либо Серьезные Косяки С экраном Естественно Уже нет никаких Засветов На Бюджетных И Не очень Главное Брендированных Смартфонах И в принципе По сравнению С тем же самым Megafon Login Plus Который Помните Когда-то давно Выходил Довольно Популярная Модель Здесь уже С матрицей Все в порядке А вот Мультитач Всего лишь На два Касания Опять Если сравнивать Но я сравниваю Реально Телефоны Из одной Ценовой категории На том же самом МТС Smart Turbo 4G Была поддержка Пяти касаний Здесь поддержка Только двух Ну в принципе Ладно На отзывчивость Надеюсь Это не сильно Повлияет Такой вот экран Давай теперь Посмотрим на Камеру Камеру здесь Решили сделать Вполне себе Стандартной В плане Приложения Но Характеристики Вы что 13 мегапиксельная Камера Это можно увидеть И В настройках А так Настройки Вполне себе Стандартные Можно поставить Геометку Подизменить Экспозицию Или поставить Там какие-то Просеты Есть Стабилизация Ну естественно Софтовая И вот как раз Непосредственно Выбор Качества Я Поделал Фотографии На данный Смартфон Вы можете Видеть их Сейчас На своем Экране Может тут Как бы есть 13 мегапикселей В виде Интерполяции А так Оценивайте В принципе Сами Постараюсь Сделать Фотографии Им на улице И в помещении Надеюсь Дойдут Руки Далее Я сделал Селфи На фронтальную 5 мегапиксельную Камеру Смотрите Какое качество Ну и В плане Съемки Видео Здесь Также Мало чего Указано Как он Снимает Поэтому Давайте Просто Запишем Тестовый ролик На улице И посмотрим Как это все Дело выглядит Давайте Протестируем Видеокамеру Надеюсь Вас не сильно Смутит Работающий Трактор Сзади Допустим На МТ Смарт Торбо 4G Обзор Я снимал На днях Отвратительное Качество Звука Надеюсь Здесь Такого Уже Не будет По нажатию На экран Камера Без проблем Фокусируется И перенастраиваться То есть Автофокус У нее Работает Достойно Вот Снег Здесь В принципе Белый Поэтому Если вы Видите Белый снег А не какой-нибудь Желтый Значит Цветопередача Тоже Скорее всего Должна быть Нормальная Ну и Ну и в целом Видеоискатель По моему Картинка Довольно Неплохая Достойная Поэтому Думаю Видеокамера Для Своей цены Здесь Должна работать Более-менее Хорошо Ну вот В общем-то Такая камера Я еще Этих снимков Честно говоря Не видел Это все Посмотрится На монтаже А вы Делайте Выводы Сами Все Про камеры Поговорили Давайте Теперь поговорим Про беспроводные Технологии Которые есть У данного Смартфона Ну и По беспроводным Модулям Три Поколения Связи 2G 3G 4G Если с 2G 3G Все в порядке В плане Ну То же самое Есть и на других Смартфонах 3G У него 900 и 2100 МГц То с LTE Теледва Как раз его Подготовил Под собственные Сети Поддерживается LTE 800 1800 И 2600 Мегагерц Далее По Wi-Fi Также здесь есть Небольшие сдвиги По сравнению С другими Например Ну бюджетными Брендированными Смартфонами Он поддерживает Wi-Fi Не только на частоте 2.4 Гигагерца Но поддерживает И модную Нынче Пятерку К сожалению Точки доступа На 5 ГГц Пока что У меня нет Но на двойке Он показывает Тоже неплохие Результаты По тому же Самому Спид-тесту Блютуз Четвертой Версии И в плане Навигации Он поддерживает GPS И GLONASS У него К сожалению Нет Я вышел На улицу И посмотрел Как у него Работает GPS И вот я приехал Проверить Работу GPS Делается это При помощи Программы GPS Тест Тест Которую я Заранее Предустановил Разрешаем Использование GPS И в принципе Программа Уже Пошла Искать Спутники Я Этот тест Снимаю Непосредственно До съемки Обзора Поэтому Если честно Я не помню Если тут ГЛОНАСС Но мы это В принципе Сейчас узнаем Сравнивать Будем С магнитолой Которая Имеет Только GPS Сейчас Она видит 17 спутников И использует 12 Здесь Вот на Теледва Макси Плюс Ну как я понял Это явно Не первый Старт GPS В данном Телефоне Сейчас Как вы видите В зоне Видимости 13 И моментально Используется 10 Спутников Выше 65 Не появилось Поэтому В принципе ГЛОНАС Тут никакого Нет И Меня Очень радует Тот момент Что Мне не нужно Ждать Пока он все Найдет Он уже Нашел Все моментально Да Чуть-чуть Похуже Той же Самой ГУшки Но У головного Устройства Активная Антенна А здесь В принципе Встроенная Антенна Телефона И она Так хорошо Работает Поэтому С чем С чем А с навигацией Я думаю Никаких проблем Вообще Быть не должно Если Допустим Берете Телефон И будете Подрабатывать В такси То Не думаю Что он Вас должен Как-либо Подвезти Ну и Соответственно Больше Никаких Беспроводных Интерфейсов Тут нет И На коробке Заявлено Что В ЛТЕ Максимум Может выжать До 150 Мегабит Ну это Надо Тестировать В городах Где К базовым Станциям Подведена Более Менее Хорошая Магистраль Мой город К этому Явно Не Относится И Давайте Теперь Постепенно Переходить К Реально Интересным Вещам Это Быстродействие И Тестирование Различных Игр В Антуту Телефон Макси Плюс Набрал Рекордные В моих Обзорах 29 9415 Очков Реально Радует Реально Круто И Давайте Посмотрим Информацию Которую Нам Показывает Антуту Про Характеристики Данного Устройства Я чуть Приближу И Видим Шестой Андроид Видеоускоритель Здесь Ну мы Другого то и не Ожидали Мали Т720 Разрешение Дисплея 720 На 1280 Ну это Уже В принципе И было Проговорено Оперативной Памяти Целых 2 гигабайта То есть Реально Там Хватит Разместиться Кучки Приложений Я пока Готовил Его к Обзору Действительно Глюков Не Наблюдал Флешка Встроена У него На 16 Из которых Пользователю Доступно 11 Точнее 11,5 Гигабайт Ну довольно Неплохо И Четырехъядерный Процессор О котором Я уже говорил Ранее Частота Одного ядра 1,3 ГГц И Далее Малоинтересная Информация В принципе Идет Стандартный набор Датчиков Освещение Приближение И Непосредственно Акселерометром Все Больше здесь Ничего интересного В плане Антуту Нет И Как всегда В углу Есть Табличка С данными Смартфонов Которые У меня были На обзоре Недавно И Можно Сравнить Как вы видите В Антуту Он явно Лидирует Результаты В Гигбенч Вполне Предсказуемые Так как В принципе Последние обзоры Они посвящены Этому чипсету В Однопоточном Режиме 532 очка И В многопоточном 1485 Давайте Посмотрим Тест Непосредственно Графического Процессора Или около Него 771 очко Ну можно Сравнить С другими И в общем-то С Гигбенч Все Больше тут Думаю Слова излишние Давайте посмотрим На Эпик Цитадель В Эпик Цитадель Набрано Было 26,5 Кадров Секунду В среднем Но при таком Разрешении Это в принципе Нормально Опять в принципе Можете сравнить С другими Телефонами Которые Есть В сравнении В каком-то Из углов Экрана Ну А теперь Давайте Посмотрим Как Реально Запускаются Игры На Теле2 Макси Плюс Вот А в плане Тестирования Игр я Скачал Новую Приблуду Приблизительно Так она Выглядит В общем Это Такая же Мерилка ФПС Только Она умеет Там Графики Всякие Строить Потом Это все Дело Можно Выгрузить В компьютер И Показать Наглядно Были ли там Просадки Кадров В секунду Или еще Что-то В общем Я пользуюсь Первый раз Как это Вставить Красиво С минимальным Навыком Монтажа Я тоже Особо Не в курсе Ну да ладно Давайте Сейчас Попробуем Через эту Приблуду Во что-нибудь Поиграть И Посмотреть Как мы там Будем оценивать Игра Появляется Таймер Сверху Появляется Счетчик Кадров В секунду И в принципе Нам уже Этого Достаточно Пока Запускается Детриггер 2 Хочу сказать Следующую вещь Очень редко Так бывает Я Звук с игр Пишу С Джека То есть Он там у меня Дальше В пульт идет И Обычно Этот Джек Мешает играть Потому что Он расположен Как-то неудобно Здесь Здесь Просто Мечта Джек Расположен Чуть выше серединки Поэтому Взяв телефон В принципе Он мне Не сильно мешает Поэтому Кто любит Играть в наушниках Я думаю Это будет Им будет Очень хорошо В этом плане Так как Джек Не сильно будет Мешать Ну и давайте Пройдемся Сразу хочу Сказать Что Все игры Я запускаю На стандартных Настройках Так как я Особо не видел Чтобы в играх Можно было Там как-то Отлично Настраивать Графику Это касается Как этой игры Так и Будущих игр Как я понял Эта игра При таком Разрешении Пытается Прижаться К средней частоте Кадров Около 30 На самом деле Если говорить Про этот смартфон Во время игр Потому что Про игры Особо нечего Говорить Теле 2 Сделало Интересный шаг Но было бы Нереально круто Такое иногда Бывало Если бы Выкатило Пусть и с Каким-нибудь Адским Годовым Контрактом Но интересный Ценник на него У нас в принципе Много абонентов Теле 2 Многих Этот оператор Устраивает Поэтому Почему бы и нет Так С первой игрой Все закончено Давайте Предположим Что я вставлю График С этой чудо Программы Сейчас Поверх этого Видео Чтобы вы оценили Количество Среднее количество Кадров в секунду На графике Были или просадки И какие-то тормоза Вот Надеюсь Мы увидели И сейчас Переходим К следующей игре Далее Вместо Восьмого Асфальта Я решил Скачать Асфальт Экстрим По-моему Он выходил Чуточку Позднее Пускай Хоть какое-то Разнообразие Будет В обзорах Давайте Посмотрим Как идет Она Здесь Упор идет На управление Через акселерометром А здесь Небольшая проблема В том плане Что телефон Большой Камера стоит Очень близко И очень Сложно Играть На встроенном Акселерометре Но я вроде Камеру отдалил Вроде Счетчик Видно И По моему Скромному мнению Графика Здесь Похуже Чем В том же Самом Восьмом Асфальте В принципе Вот Первый уровень А знаете В принципе Обзоры у меня И так длинными Получаются За что Люди Их не всегда Любят Может Это Достаточно Чтобы оценить Игру Пройти Первый уровень Поэтому Сейчас Также Я Попробую Выместить График Как вы видите Во всяких Сценах До игры Уровень Кадров Секунду Он другой Поэтому На это Не стоит Обращать Внимание Ну Да ладно Переходим К следующей Игре Единственный Конечно Косяк Который Приблуды Который Мерит ФПС То что В график Записываются И остальные Вещи То есть Когда Менюхи Всякие Были На низком Уровне И прочее В принципе Здесь На довольно Динамичной Сцене Мы видим Все Те же Самые 30 кадров В секунду Что не может Не радовать Ну да В принципе Первый уровень Почти Пройден Или он там Не скоро Закончится Но вроде Как скоро А счетчик Кадров В секунду Там Явно Сильно Не проседал Поэтому В принципе Нормальные Идут На нем Игры Пока что Во всяком Случа Ганста Вегас И с ним Мы тоже Заканчиваем И давайте Теперь Перейдем К танкам И давайте Запустим Танки В танках В принципе Есть Свой Измеритель Кадров В секунду Но У нас Давайте Будет Еще и Большой Вариант Продолжение Ну, в принципе, и отыграли Бой, ладно, больше и не стоит Ярых просадок здесь не было А все графики опять-таки сейчас на ваших экранах Ну и с играми все Давайте перейдем теперь ближе к заключению Ну, в плане памяти у данного смартфона Все не так уж и плохо Как вы видите, пользователю доступно 11,5 гигабайт А так как шестой Android есть, то можно вставить флешку И отформатировать ее как Adopted Storage Тем самым увеличить память телефона на размер флешки Обычно я это делаю, но тут из-за такого количества памяти Мне места хватило и так Здесь написано хранилище USB в накопителе Поэтому это отличный повод проверить работу OTG Я воткнул флешку с индикатором через переходник Вы видите, что индикатор этот заработал на телефоне Появилась непосредственно информация Что вставлена флешка на 8 гигов И в принципе это все дело работает У меня здесь сброшено какое-то количество Видеороликов Быть может даже они при помощи стандартных приложений и заиграют Кстати, вроде как даже и заиграли И никаких проблем с проигрыванием у нас не наблюдается То есть все у нас справляется Далее по стандартным приложениям Слава богу, это не МТС А Теледва чуть-чуть их поназасовывал Геопоиск, мобильный портал Теледва, Гудок, Теледва ТВ И предустановленные сервисы Яндекса У меня смартфон разблокирован Уже работает с сим-картами всех операторов Даже в первом слоте Поэтому мне в принципе эти приложения без надобности И давайте попробуем что-нибудь из приложений Теледва удалить В принципе, вот мы видим, что кнопку удалить у нас активно И все предустановленные приложения Теледва легко удаляются Поэтому это очень большой плюс данному телефону Потому что не всегда, не всегда можно удалять родные приложения И вот мы весь обзор рассматривали данный смартфон снаружи А давайте теперь по традиции Сходим к Константину и попробуем его разобрать Константин, как всегда, спрятался Смотри, какой аппарат Стоит много денег, а не так, как обычно И как бы Снаружи он красивый Надо посмотреть, красивый ли он внутри Достойный ли он внутри Не заметил постоянно? Вот ты ко мне заходишь, здороваешься со мной А телефон уже у меня лежит Так, болтов опять, как в самолете Ну, крышка, смотри, легко как бы отстала Это минус, да? Да, крышка никак в МТС Это недавно я приносил в другой день МТС Смарт Турбо 4G Там крышка еле снимается на самом деле Слушай, а мне кажется, что количество болтов зависит от размера телефона Может, есть какие-то стандарты На лопату, типа, побольше болтов Нет, у всех по-разному Я вот, кстати, еще одного не понимаю Вот, когда они вешают пломбы Вот сюда, на этот угол Мы-то легко можем, открутив все остальные болты Добраться до платы Дать туда 220 Да, сколько угодно Дать-то можно и сюда 220 А-а-а Ну, вы более профессионал в этом деле Либо там подменить плату можно же Ну, как бы люди могут все что угодно придумать Для чего им туда прибраться Ну, давай удивляться Второй слот в этот раз искать не надо Производитель подумал за нас Он говорит, пускай Костик с Антоном не ищут И пластик не режут Кстати, телефон свежий в январе и сделан 01 2017 написано Очень интересное решение Идет шлейф от камеры И в нем дырка для подсветки Я понял Честно, я такое решение ни разу не видел Инженерное решение Теледван всегда славился Где нашел производителя очень интересного Новшественное Слушай, а вот отвлеку тебя Не знаю, включаешь это или нет Тебе вот не кажется, что толщина этой батарейки Как бы намекает, что тут не 3000 Ну, как сказать Ну, учитывая пластиковые рамки Ну, вполне возможно, да, что тут даже и не 3000 будет Кто-то может дурит честной русский на робких Только могут Теледвое, да? Кто это у нас? Хуй жоу Я не матерился Честно, ну, пускай люди сами прочитают Хуй жоу Фортуна Шип Технологи Лимит Ну, чуть-чуть, да, не локализованное название производителя на робких Говорит, на карточку скинь Магической Склейкой Плата уже снялась И тут мы видим съемный экран А там что-то странное Синее, кажется, не? Это термопрокладка То есть тут есть охлаждение Да, что мы видим То, что показывает, что-то там интересно Mediatek MT6737V Процессор Память также Контроллер питания Ну и вот, как мы там уже говорили Контроллер заряда батареи Я вот просто думаю, кому это будет полезная информация Тоже удобно ремонтировать Да А за вторым экраном получается радио-часть, да? Да, тут радио-часть Он запаин А, да, даже так Ну и по классике рассказывай Где здесь вынесены антенны Удобно ли? Антенны Антенны у нас вот они, вот они И вот опять же GSM И непосредственно на корпусе как? Все, в принципе, как и всегда На корпусе они наклеены с внутренней стороны Вот это, я думаю, намного логичнее всегда Чем здесь они могут сдеревываться Но нет же GSM Да, GSM снаружи А остальные на внутренней стороне Я не особо сказал, что они снаружи Это как бы отдельный блок Который вот А, ну и там динамик внутри, да? Ну, ладно, не стоит изымать Да Понятно, что он есть GSM антенна По антеннам все Ну, короче, в принципе, ничего особенного В сборке данной модели, как я понял, нет Интересная дырочка на шлейфе Под подсветку камеры Очень интересная Да, так, но, опять-таки, радует, что это не Micromax И телефон достаточно дорогой И, в принципе, на эти деньги, я думаю, он собран Ну, а все остальное уже было рассказано в обзоре По сборке, в общем, в принципе, и так все понятно Я, наверное, выводы сделал уже за тебя Да Вот, наша задача была посмотреть Ну, ладно, большое тебе спасибо Будем приходить еще Разбирать что-нибудь интересное Ну, а обзор сейчас переходит к заключению Ну, и давайте завершим этот обзор Перед тем, как записать заключение Я открыл Mobile Review Почитал даже комментарии Обычно человек может просто взять и пользоваться ей А при возникновении каких-либо проблем То оперативно ее обменять Не знаю, как в Tele2 А в Билайне бюджетные трубки брендированные Меняют просто на прилавке Даже, по сути, без экспертизы Как мне пока подсказывает опыт Поэтому, в принципе, это очень интересная модель Жалко, что Tele2 не за такую цену еще Не дает кучку трафика там Или оплаты пакета там месяца на четыре Как это делают в других операторах Ну, а если говорить именно про телефон То за время его присутствия у меня Я каких-то сильных недостатков не обнаружил Он меня особо не тормозил Игры у нас все играли Внутри собрано все довольно неплохо Имеет две сим-карты Но, лично мое мнение Хочется ценник пониже Ну, а в принципе, выводы можете сделать Вы сами согласны этому обзору Если вы уже являетесь владельцем данного аппарата То мне интересно ваше мнение В комментариях к данному видео Ну, и вообще, какие-либо вопросы Вы можете всегда задать в комментариях Скорее всего, по данному аппарату Будут сняты еще видеоролики Так как в блоге Деккера Анонсированы новые прошивки И вполне возможно, что рано или поздно Они попадут в паблик Это, опять-таки, зависит уже от вашего интереса Приходите к нам за разблокировкой Данный смартфон мы уже разблокировали И он и первым слотом работает с любой сим-картой Видеоролик есть у меня на канале А также подробности в описании С вами был Антон, один из администраторов 3ginfo.ru До скорых встреч!